26 августа 2008 года в 15 часов по московскому времени к гражданам России обратился президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года. Другими основополагающими документами я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии. С этих слов Дмитрия Медведева начался новый этап государственности Абхазии на пути к ее международному признанию. В каких условиях это происходило? Что мы имеем сегодня, спустя 15 лет? И каковы перспективы расширения международного признания? Главные темы круглого стола. США не могут мириться с конкурентоспособными странами. Когда же их операция на Южном Кавказе была сорвана Россией, они вновь спустя 6 лет объявили ей войну, но уже через Украину. Нетрудно здесь заметить, что по своей сути СВО является продолжением той войны, которую вели и ведут и будут вести Соединенные Штаты Америки против России. Нетрудно также заметить и то, что все такие операции организовываются и проводятся по одному и тому же сценарию. Преследует одну и ту же цель – укрепление однополярного мира во главе с Соединенными Штатами Америки. При таких геополитических условиях России приходилось и приходится еще сегодня отвечать на визы в США. Только будучи в конструктивной взаимосвязи с Россией, Абхазия может рассчитывать на перспективу, которая может быть реализована при определенных условиях, принятых сторонами. Однако такая задача является отнюдь не из легких, отметил Олег Доминия. Впервые в нашей истории за последние столетия мы получили возможность самому определять внутреннюю и внешнюю политику страны, самому избирать руководство страны. Раньше мы с вами хорошо помним в советское время, конечно, руководство Абхазии избиралось где-то в другом месте, в Тбилиси или еще как-то так. А впервые сейчас мы это, вот это признание как раз и дает нам возможность избирать, формировать свое руководство самим. Секретарь Совета Безопасности, доктор исторических наук Сергей Шамба отметил, что сегодня мы живем в эпоху перемен. Впервые тогда, еще 8 августа, Россия показала, что за свои коренные интересы она готова применить и силу. Это после целого ряда лет, когда Россия теряла и теряла свои позиции на мировой арене и появился гегемон, единственный Соединенные Штаты Америки. Это был первый такой жест, где Россия продемонстрировала, что она уже не даст переступить красные чертия. Если до 2008 года главной угрозой и опасением в обществе было вторжение грузинских войск, то после признания независимости и тех договоров, которые существуют между Абхазией и Россией, эти опасения отступили далеко на задний план, подчеркнул Сергей Шамба. Все вы прекрасно знаете, что нам стоило все эти годы до признания охранять границу, отправлять туда людей, ротацию совершать, сколько потерь было, эти диверсанты, террористы и так далее. Главная проблема и опасение обществу была эта новая война, вторжение с Грузии. Все остальные отступали на задний план. А после признания совершенно другая ситуация. И самое главное, что у нас есть вот этот союз с Россией. Конечно, и армия не та сегодня. Мы не те, может быть, и какие-то возможности лучше есть, больше. Но мы не можем никогда создать армию, состоящую из полтора миллионов человек, из одного миллиона, даже из 500 тысяч. Нас просто количество... Да, поэтому мы должны иными путями защищать себя, свою независимость. Для этого есть углубление, усиление отношений с Россией, единственным гарантом нашей безопасности на этой планете. Сколько бы государство еще нас не признало, вы понимаете сами без меня, что единственным гарантом нашей безопасности может оказаться только Россия. Вот цифру назвали, какую, значит, 110 миллиардов за... в течение этих 15 лет, значит, Россия вложила в Абхазию. Вы только подумайте, это огромные деньги, 110 миллиардов. Это деньги, заработанные российскими налогоплательщиками, из бюджета российского пошло на укрепление Абхазии. И рациональное использование этих средств, которые в какие-то годы будут поступать, для нас имеет важнейшее значение. Ведь наступит момент, когда этой помощи не будет. Это будет. То есть мы должны готовиться к самообеспечению, к тому, чтобы самостоятельно могли мы жить. Признание независимости – это была вековая мечта абхазского народа. И, конечно же, данное событие открыло новую эпоху в жизни страны. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, в которой находится мир, завтрашний день даже прогнозировать трудно. Не то, что там какие-то 10-15 лет взять вперед, там подумать о том, что там произойдет, и предсказать точно, что будет очень трудно. Но что мы должны делать, это можно об этом говорить, наверное. Я думаю, что вот эти вещи, из которых состоит развитие государства, это экономика, это политика, культура, внешнее воздействие и человеческий фактор, который мы обычно называем демографией. Вот эти вещи, конечно, много еще других вещей, но вот это самые главные вещи. Я хочу напомнить одну вещь. Когда вообще пошли первые потоки финансовой помощи, мне вспоминаются слова Владимира Владимировича Путина о том, что мы должны помочь Абхазии, мы должны помочь ее социальной сфере, развитию образования, культуры, дорожной инфраструктуры. И не в последнюю очередь, а может быть и в первую очередь еще и потому, что сюда будут приезжать российские туристы, российские отдыхающие, а вот высвобождающиеся средства необходимо направлять на развитие реального сектора экономики. Вот честно говоря, с этим мне кажется, что мы пока не очень хорошо с этой задачей справились. Безусловно, нам очень сложно без российской финансовой помощи, я согласна, Сократ Радчевич правильно сказал, она постепенно будет сокращаться, и она будет сокращаться, кстати, из 2024 года. Я просила интервью в Минфине, мне сказали, дадим, и мы уверены в том, что мы сможем, если будет прекращаться софинансирование каких-то бюджетных статей, то мы справимся с этим. Формат круглого стола был свободным, участники выступили с докладами, а также высказали свое видение, перспектив развития Абхазии. Лаура Капшараму, Камке, Абхазское телевидение.